Здравствуйте, уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Тема вебинара вы видите на экране. Также хочу обратить ваше внимание на контактные данные, которые здесь же расположены. Это наша электронная почта, телефон и адрес сайта. Мы будем рады, если у вас после нашего вебинара возникнут какие-то вопросы, мы с удовольствием вам можем ответить. Или наоборот, какой-то вопрос по вашему мнению требует более подробного рассмотрения. Присылать ваши вопросы вы можете в любом удобном для вас виде. Соответственно, в этом случае мы будем иметь более, так сказать, предметный вариант ответа, потому что будет уже касаться именно вашей ситуации. Ну и с удовольствием окажем вам любые услуги, которые касаются программного обеспечения семейства 1С. Это и продажи, и внедрения, и настройки. Ну, то есть любой спектр услуг. Если вы не сможете посмотреть целиком наш вебинар, то через некоторое время на нашем сайте, еще раз обращаю внимание на его адрес, мы выкладываем, собственно, и записи вебинаров, и обучающий материал. Ну, то есть там достаточно много интересной информации. Так что приглашаем вас его посетить. Программа нашего вебинара на сегодня отображена на экране. То есть у нас встреча будет посвящена отчетности за третий квартал. То есть мы поговорим про налог на прибыль за третий квартал, то, что изменилось, льготы, ну, то есть все, что касается вокруг отчетности. Поговорим про отчетность по НДСу и остановимся на новых льготах, которые были в этом году. То есть поскольку у нас такая достаточно игривая, достаточно игривое название семинара, то мы будем говорить про новшества, которые в этом году были приняты летом, то есть в летние месяцы, которые мы должны будем уже учитывать и при составлении отчетности за 9 месяцев, ну и, соответственно, в работе, если это касается каких-то санкций или, наоборот, мер поддержки. Ну, то есть все, что было принято нашими законодательными органами за этот период. Поговорим мы о изменениях в валютном контроле, о банковских платежах и, соответственно, уже не очень новая, но все-таки очень важная новость про признание налоговой декларации не предоставленной, потому что уже многие компании столкнулись с такой ситуацией. И поговорим про отражение в регламентированном учете на примере конфигурации 1S ERP и посмотрим дополнительные сервисы и отчеты, которые можно использовать при составлении годовой отчетности. Как наш вебинар сегодня будет построен? Нормативную базу я буду показывать вам на слайдах, и мы с вами будем переключаться на демо-версию программы 1S ERP. Сейчас я переключусь на демо-версию. То есть мы будем смотреть, так сказать, на живых примерах уже то, о чем я буду рассказывать вам на вебинаре. Хочу обратить ваше внимание на то, что вот по такой пиктограммке на верхней панели мы можем посмотреть сведения о том релизе, который у вас установлен на текущий момент. Почему это очень важно? Потому что вот мы смотрим, здесь можно посмотреть платформу, которая у вас установлена, и конфигурацию. То есть вот у меня сейчас открыто не самый последний, не самый последний релиз, совершенно с конкретной целью. Мы немножко позже к этому вернемся. То есть если вы видите, что здесь у вас, ну скажем так, давно не обновлялось, то обязательно нужно принять меры к тому, чтобы получить новый релиз, потому что новые формы некоторых отчетов и документов уже присутствуют в последних релизах, но их может не быть в более ранних версиях. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание вот на эту информацию, то есть конфигурация и какой релиз конфигурации у вас установлен. Сейчас мы отсюда уйдем и снова вернемся к нашим слайдам. Прошу прощения. И теперь мы поговорим о том, что как бы самое основное. То есть у нас сроки уплаты налога, ну на прибыль в налоговый кодекс, это, так сказать, дайджест информации, которая в принципе, ну практически, наверное, кто по прибыли на общей системе работает, всем известно. То есть перечислять налог на прибыль в бюджет мы можем в зависимости от того, какая у нас компания. И это может быть три варианта. То есть это может быть ежемесячная уплата, исходя из прибыли, полученной в предыдущем квартале. Ежемесячно, исходя из фактической прибыли. И ежеквартально, если у вас некрупное предприятие, которое не попадает под ежемесячную отчетность. Хочу обратить ваше внимание на то, что, ну не обратить внимание, а скорее напомнить, что прибыль – это у нас декларация, которая составляется нарастающим итогом. То есть фактически это будет не декларация за третий квартал, а декларация за 9 месяцев. Обратите внимание на такой момент, что было много изменений, что мы можем включать в состав расходов дополнительно. То есть обратите внимание, может быть у вас какие-то операции, из тех, которые теперь разрешены для принятия в состав затрат, у вас присутствуют, и вы можете себе снизить налоговую нагрузку. За третий квартал налог на прибыль и у налоговых агентов тоже немножечко по-разному и были изменения. То есть по налогу на прибыль налоговый агент теперь должен четко дифференцировать вид выплаченного дохода. Если у вас, вы платили доход, вам платили доход иностранной организации, сюда не входят дивиденды и проценты по госбумагам, то в этом случае вы должны не позднее следующего рабочего дня сделать перечисление. Также не позднее следующего рабочего дня необходимо произвести платеж, если производилась выплата дивидендов любому из учредителей, неважно иностранному или российскому. Главное, чтобы вам был известен держатель акций. Если вы работаете с ценными бумагами, обратите внимание на то, чтобы не пропустить отчет по ценным бумагам, потому что штрафы там достаточно значительные и в основном от 500 тысяч. Если вы выплачивали дивиденды по акциям российских организаций и вам неизвестно, кто владелец акции. То есть в этом случае на 30-й день после выплаты дивидендов. Если компания получила дивиденды от иностранной организации, которая не исполняет функции налогового агента, то в этом случае налог перечисляется по итогам отчетного периода. Вот на этот пункт, то есть работа с иностранными организациями, обратите более пристальное внимание, потому что, как вы знаете, сейчас достаточно много санкций, которые, возможно, коснулись и вашей ситуации. По ставкам у нас, в принципе, изменения есть, но они уже не очень новые, поскольку это уже с первого квартала информация и достаточно много было в разных средствах массовой информации и комментариев, и разъяснениях. Очень неплохие комментарии и разъяснения есть у «Консультант Плюс». Про программное сопровождение и новые возможности, новые ресурсы в этом плане мы тоже чуть-чуть попозже поподробнее поговорим. Но по IT-компаниям, вправе компания применять льготную ставку 3% в федеральный бюджет, по региональному бюджету в этом случае ставка будет равна нулю, и пониженную ставку по налогу на прибыль в этом году могут применять компании, которые получают документы по госаккредитации. Обратите внимание на документ, которым это обосновано, то есть если это госаккредитация по постановлению 758 от, правда, уже достаточно дремучего года. Но тем не менее, если компания будет получать по итогам отчетного и налогового периода выручку от деятельности в сфере IT не менее 90%. То есть если компания оказывает какие-то услуги именно в IT-области, у нее могут быть 10% каких-то побочных услуг, но не более. Если у вас средняя списочная численность работников составляет по итогам отчетного и налогового периода не менее 7 человек, то есть это параметры, которые касаются IT-компаний, которые могут применять льготные ставки по налогу на прибыль. Если компания нарушает эти требования, то есть нарушит условия, то в этом случае налог должен быть пересчитан с начала налогового периода. Такие же, точнее аналогичные ставки льготные действуют для проектировщиков и для разработчиков электронной продукции. Однако здесь есть исключения, то есть именно в применении льготных ставок. Прибыль организаций, которые ведут деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новых морских и месторождениях облагается по ставке 20% без распределения между бюджетами разных уровней. В этом случае вся сумма зачисляется в федеральный бюджет. Изменен порядок сдачи отчетности. Напомним, что налоговая инспекция изменила порядок, который регулирует сдачу и годовой бухгалтерской отчетности, которую мы сдавали в первом квартале, ну и, соответственно, последующих. То есть в правилах закреплен новый способ, как мы можем направить бухгалтерскую отчетность, а также внести изменения для малых компаний. Ну, на самом деле, это не большая новость, потому что это просто этим постановлением, приказом вернее, сняли условие, которое было зафиксировано в законе об учете. Это условие было, что направлять отчетность можно только через оператора ТКС. Но поскольку сейчас достаточно много других возможностей, то данным приказом от 28 сентября 2021 года еще, это условие было снято. И бухгалтерскую, и налоговую отчетность сейчас можно сдавать и через оператора, и на сайте ФНС напрямую. Собственно говоря, связано это с тем, что теперь налоговая инспекция формирует государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности, ГИРБО. То есть это значит, что ваша отчетность в определенный период, не позднее июля следующего года, должна быть выложена в открытом доступе, где любые заинтересованные компании и ведомства могут посмотреть и проанализировать ваши финансовые показатели. Поскольку создан такой информационный ресурс, то теперь отпала обязанность дублировать отчетность в органы власти. То есть, соответственно, если она содержится в этом реестре, на этом ресурсе выложена, то, соответственно, другие информационные, ну и не только информационные, другие ведомства могут взять оттуда эту информацию. Ну и, соответственно, точно так же и вы можете посмотреть интересующие вас данные. на самом деле в 2022 году у нас очень много нововведений, которые касаются не только сдачи отчетности, не только налоговых ставок и сроков уплаты, достаточно много изменений и более революционных. То есть на самом деле это введение автоматизированной, упрощенной системы налогообложения, это слияние фондов с 1 января следующего года, это введение единого налогового платежа, что, соответственно, вызывает дополнительные вопросы, дополнительные сложности у компании. Поэтому, в общем-то, мы говорим сейчас, наверное, о более значимых тех, что занимают больше удельный вес у каждого предприятия, то есть это прибыль, это НДС, ну, то есть наиболее тяжелые федеральные налоги. Срок сдачи декларации по налогу на прибыль за третий квартал у нас не изменяется, то есть я напоминаю еще раз, что это декларация за 9 месяцев, и сдается она не позднее 28 дней после завершения квартала. В нашем случае 28-е это рабочий день, то есть до 28 октября. Если бы эта дата приходилась на нерабочий день, то в этом случае дата бы сместилась на первый рабочий день после нерабочего дня. Поэтому здесь у нас, прошу прощения, промахнулась, здесь у нас до 28-го 10-го, извините, здесь опечатка не июля, а октября. То есть 28-го июля мы сдавали полугодовую отчетность. На программе 1С. Сейчас мы с вами переключимся в демо-базу. И обратить ваше внимание, я хочу, то есть когда мы переходим в журнал регламентированной отчетности и собираемся создать какой-то отчетный документ, конкретно налог на прибыль, декларацию по налогу на прибыль, у нас возникает вот такое информационное табло. Обратите внимание на то, что здесь указывается релиз формы, по которой мы сдаем отчетность. Сейчас я переключусь на демо-базу. Располагается у нас это в разделе регламентированный учет и подраздел 1С-отчетность. Здесь обратите внимание, 1С-отчетность – это название и подраздела, и дополнительной обработки. То есть у 1С есть очень интересная дополнительная разработка 1С-отчетность, когда мы можем сдавать отчетность без учета, без участия оператора ТКС. То есть в этом случае у нас документы оборотно настраиваются напрямую с налоговыми органами, и уже не надо выгружать файлик какой-то промежуточный ресурс, а потом подтягивать его в программу отчетности, там СБИС, Астрал, то есть любая форма. Значит, здесь у нас в интерфейсе сам журнал регламентированной отчетности и дополнительные сервисы. Если мы переходим в журнал дополнительной регламентированной отчетности, то те же сервисы, которые мы видели там, доступны здесь. Здесь хочу обратить ваше внимание на раздел личные кабинеты, потому что вот в свете того, что сейчас очень много и отчетностей, и переписки, и требований приходят от налоговой инспекции, в которой указаны короткие сроки вашей реакции, то есть это и по прослеживаемым товарам, и, ну, собственно, по многим разделам указаны короткие сроки, там, например, пять рабочих дней, то, соответственно, как быстро вы среагируете, у вас будет время на то, чтобы избежать либо штрафных санкций, либо дать какие-то пояснения налоговой инспекции или другим небюджетным фондам. Итак, нас интересует декларация по налогу на прибыль за девять месяцев. Я заранее уже сделала такую декларацию, просто для того, чтобы мы могли посмотреть с вами форму. Сейчас я ее открою, и мы поговорим немножечко о том, на что стоит обратить внимание. То есть видите предупреждение, что у меня открыта не та форма, которая должна быть на текущую отчетность, потому что у меня не совсем последний релиз. Я могу продолжить с ним работу, я могу проставить флажок и продолжать, но рекомендую сначала проверить обновление и загрузить его. Сейчас фирма 1С не выпускает диски ИТС, как раньше привыкли, а все обновления проводятся через интернет, то есть без дисков, и соответственно вы можете там посмотреть и нормативную информацию, и много всего другого. Значит, если я ставлю флажок, это означает, что либо я должна работать со старой формой, например, когда мне требуется сдать корректировочную отчетность, напоминаю, что она подается в том формате, в котором подана первичная декларация, то есть если это была старая форма, то и корректировку надо проводить в старой форме. Если я ставлю флажок и продолжить, то это у меня автоматом обозначает, что я не последний формат использую. И соответственно, на что здесь обратить внимание, это, ну, во-первых, налоговый период, чтобы у вас был указан верно, то есть за 9 месяцев, а во-вторых, на код, который касается местонахождения организации. Если мы проваливаемся по этой ссылочке, то мы попадаем в режим выбора и можем выбирать то значение, которое нам требуется. Это имеет смысл в том случае, если у вас есть обособленные подразделения, что выделены, что не выделены на отдельный баланс, то есть если у вас есть несколько мест осуществления вашей деятельности. Ну, соответственно, вся информация, которая сейчас у меня на экране, это заполняется в автоматическом режиме через клавишу «Заполнить». Поподробнее, если вас заинтересовала доработка 1С-отчет, то есть можно посмотреть и здесь, и при открытии, то есть достаточно много информации на эту тему. То есть титульный лист вы видите перед собой на экране. К разделам мы немножечко позже вернемся. Сейчас я снова переключаюсь на наши слайды. Вот то, что мы с вами только что видели в демо-базе, на что я обращала ваше внимание. И, соответственно, то, о чем я говорила, если вы хотите работать в старой форме, вы здесь ставите флажок. Налоговая инспекция утвердила новую форму по налогу на прибыль. Эти изменения связаны с тем, что было изменено налогообложение международных холдинговых компаний. Принцип остался тот же, но корректировки были на третьем листе. Добавили строку для дивидендов, начисленных международным холдинговым компаниям. То есть в этом случае у нас будет ставка 5%. И на листе 0.4 дополнили кодами доходов по международным холдинговым компаниям. Что это за коды? То есть код 11 это если были проценты по долговым обязательствам любого вида, которые облагаются по ставке 5%. 12 это дивиденды от иностранных организаций, которые облагаются по ставке 5%. 14 это доходы от представления прав на интеллектуальную собственность, которые облагаются по ставке тоже 5%. Но здесь можно немножечко перевести дух, потому что эта новая форма будет действовать на период сдачи отчетности за 2022 год, то есть итоговая годовая отчетность. Сейчас за 9 месяцев мы сдаем старую отчетность, то есть здесь у нас пока неожиданностей никаких не было, ни неприятных, ни к сожалению приятных тоже пока не было. теперь, что у нас в текущей декларации, какие есть тонкости, то есть у нас так же, как и в прошлом квартале, строка 210 листа 02 за третий квартал. здесь мы фиксируем общую сумму начисленных авансовых платежей, которую уже нужно было уплатить с начала этого года. Это и месячные авансы, и доплаты, либо уменьшения за предыдущие кварталы. То есть здесь оплатили вы или не оплатили, бюджет значения не имеет, необходимо, чтобы было начисление. чтобы проверить правильно вы заплатили или неправильно, можно использовать вот такую вот формулу, как вы видите на экране. И соответственно по строке 220 этого же листа мы отображаем сумму авансов, которую нужно перечислить только в федеральный бюджет. Если вы уплачиваете ежемесячные авансы с доплатой за квартал, то здесь можно зафиксировать сумму исчисленного налога и авансов за первый и второй квартал 2022 года. Для проверки вы можете использовать вот такую формулу. Сейчас выделю строчку. Вот то есть вот эту формулу для проверки и в итоге ваши строчки будут выглядеть вот таким образом. Значит по строке 210 у вас будет отражена сумма начисленная за отчетный период и по строке 220 у вас будет отражена сумма в федеральный бюджет. Ну то есть соответственно по строке 230 будет отражено начисление по субъектам. Еще нужно обратить внимание на строку 300 приложения 2 к листу декларации по налогу за прибыль за второй квартал и за третий соответственно. Здесь вызывают вопросы алгоритм заполнения строки 30 приложения номер 2 к листу 02. То есть это лист, где у нас отражается информация про убытки, которые приравниваются к вне реализационным затратам. Обратите внимание, что в 301 строке это у нас убытки прошлых лет, которые были выявлены в текущем периоде. И строка 302 это безнадежные долги. Если в вашей компании согласно учетной политике создается резерв по сомнительным долгам, то это сумма безнадежного долга, которую не покрыл созданный вами резерв. При расчете по строке 20 этого же приложения вы исключаете суммы, которые отобразили по 300 строке. Общую сумму значений, то есть строки 200 и 300, мы фиксируем в строке 0,4 листа 0,2. Обратите внимание на то, что до конца 2024 года, то есть еще 2 года, действуют ограничения, которые не позволяют уменьшать базу для начисления налога по прибыли больше, чем на 50% за счет убытков прошлых лет. То есть, если у вас были убытки, которые, допустим, либо выше базы, либо равны, то вы можете принять только 50% от сумм прошлого периода. Еще есть поправки в налоговый кодекс, которые тоже отражаются на учете доходов и расходов, ну, соответственно, налог на прибыль. Это уже новые поправки этого года, вы с ними, скорее всего, уже знакомы столкнулись, то есть, это поправки, которые позволяют учитывать расходы на санаторно-курортные путевки для сотрудников и членов их семьи по налогу на прибыль и, соответственно, по освобождению от НДФЛ. То есть, сейчас, в этом году, мы можем включать расходы по санаторно-курортному лечению на территории Российской Федерации, и организации туризма и отдыха опять же на территории Российской Федерации. Здесь немножко разные будут условия, но вот по санаторно-курортному лечению мы можем компенсировать или оплачивать самостоятельно, то есть, если предприятие само перечисляет стоимость отдыха и лечения, например, санаторию или какой-то организации туроператору, если работник самостоятельно приобрел путешки, мы можем компенсировать ему эту стоимость, и членам его семьи, то есть самому работнику, его супругам, родителям, детям и подопечным до 18 лет, или если эти дети и бывшие подопечные до 24 лет обучаются по очной форме в вузах. Есть еще одно условие, при котором мы можем принимать состав затрат, то есть, расходы должны быть не более 50 тысяч рублей в год на каждого из отдыхающих, то есть, если, например, сотрудник едет с женой, то, соответственно, на каждого будет по 50 тысяч, но ограничения при этом касаются фонда оплаты труда, и эта стоимость, которую мы выделяем на санаторно-курортное лечение, должна быть не больше 6% от фото, то есть, от суммы расходов на оплату труда. В этом случае такие путевки не только входят в состав затрат, но и не облагаются НДФЛ. Это правило распространяется, опять же, перечень такой же, как мы видели на предыдущем слайдике, то есть, он распространяется на работников и членов их семей, на детей до 18 или до 24 лет, если они обучаются очно и внимание, отличие которого в предыдущем слайдике не было, это на бывших работников, которые уволились в связи с выходом на пенсию либо по старости, либо по инвалидности, значения не имеет и если у вас работают инвалиды, то, соответственно, на инвалидов. Значит, в этом случае мы говорим о санаторно-курортном лечении, то есть, не туристическом и, соответственно, организации, которые предоставляют эти услуги, должны быть расположены на территории Российской Федерации и обратите внимание, воспользоваться такой льготой мы можем раз в году, то есть, если, например, у вас человек с семьей или самостоятельно приобретал, уходил в отпуск и приобретал путевку или вы ему приобретали весной и вторая часть отпуска у него, например, приходится на осень или на зимний период, то второй отпуск, он может приобрести эту путевку, но она уже не будет льготной, то есть, она не войдет в состав затрат, и она будет облагаться НДФЛ. Ещё у нас были внесены, в прошлом году был принят федеральный закон ФЗ-382, который внёс изменения в 25-30 главы налогового кодекса. Это касается лизинговых операций и учёта этих операций в налоги на прибыль, то есть, соответственно, касаются порядка обложения предмета лизинга налогом на имущество организации, то есть, здесь мы говорим уже о другом налоге. Эти нововведения введены в силу с 1 января 2022 года, и, согласно этому закону, лизинга получатель в этом случае амортизацию не начисляет, он будет учитывать в расходах только периодически лизинговые платежи, которые установлены договором лизинга. Если по окончанию договора лизинга объект основных средств подлежит передаче лизинга получателю в собственность по договору купли-продажи, но чаще всего это получается достаточно небольшая сумма, то есть, например, там тысяча, полторы тысячи рублей. В этом случае на остаточную стоимость составляется договор купли-продажи, а в составе лизинговых платежей выделена выкупная стоимость этого объекта. В этом случае лизинговые платежи будут учитываться в составе расходов за минусом оставшейся выкупной стоимости. То есть в лизинговые расходы мы внесем все, кроме итогового платежа. Теперь собственно не совсем новость, но то, на чем нужно обязательно акцентировать внимание, это ложка дегтя во всех наших мероприятиях поддержки льгот, которые были введены в налоговый кодекс, с 1 июля прошлого года вступил в силу дополнительный перечень, когда декларация либо какой-то расчет налоговая инспекция будет считать непредоставленным. Это регулирует 374-й 374-й ФЗ закон. Если вы отправили декларацию вовремя, налоговая, допустим, вы видите статус, что в работе приняла вашу декларацию, то это еще не значит, что вы можете расслабиться. налоговая инспекция может вам прислать уведомление о том, что ваша отчетность считается непредоставленной, если подписана неуполномоченным лицом. То есть с 1 января этого года электронно-цифровые подписи, квалифицированные электронно-цифровые подписи, у нас оформляет только налоговая инспекция. Раньше это можно было оформить через любого оператора, то есть контур, сбис, ну, то есть через операторов электронной отчетности. С 1 января этого года только налоговая инспекция. То есть если вы подписали, ну, например, был раньше у вас оформлен ключ на главного бухгалтера или на какое-то другое лицо, а в этом году вы сделали ключ только на директора, то в этом случае вашу отчетность не примут и пришлют вам уведомление о том, что она не предоставлена. Если налоговая декларация подписана дисквалифицированным физическим лицом и на момент подписания срок дисквалификации еще действовал, то есть еще не истек. Если в госреестре имеется сведение о том, что подписан подписан вашу отчетность умер до того, как отчетность была подписана его квалифицированной электронной подписью. На самом деле такие ситуации все-таки более редки, а вот наиболее распространенная ситуация это если в отношении руководителя, который подписал отчет, внесена запись в игре о недостоверности сведений о нем и эта запись появилась в реестре раньше, чем он подписал отчетность. Что это такое на практике? Это на самом деле распространенная ситуация в связи с тем, что ваш руководитель мог поменять паспорт во-первых по возрасту, во-вторых он мог вступить в брачные отношения, то есть зарегистрировать брачные отношения и изменить с этим фамилию, ну и соответственно паспорт. В этом случае у вас появляется недостоверное сведение, то есть в сведении о руководителе в открытом доступе у вас указаны одни данные, а в игре указаны старые данные. То есть если такая ситуация приключилась, ну во-первых надо отслеживать, руководитель либо менял паспорт, либо женился, выходил замуж в зависимости от того, кто он, и своевременно подавать сведения в налоговую инспекцию об изменении его данных. Ну, соответственно, если у вас организация, вы подавали на ликвидацию и запись в EGRU сделана раньше о том, что ваше предприятие прекратило деятельность, а вы после этой записи подаете отчетность с какими-то, какую-то отчетность. В этом случае налоговая инспекция вам тоже откажет и сочтет вашу отчетность непредоставленной. Ну, и естественно, если у вас нарушены контрольные соотношения, единственный плюс в ситуации с контрольными соотношениями, что при составлении декларации через 1С, ну, в нашем случае 1С ERP, программа проверяет контрольное соотношение, соответственно, если вы пытаетесь выгрузить декларацию с ошибками, она вам про это сразу выдает предупреждение. Такой механизм реализован не только в ERP, это и в бухгалтерии, ну, соответственно, во всех программах семейства 1С, так что как минимум красный, так сказать, флажок у вас программа выкинет. Проблема в том, что если, например, по прибыли по НДСу такие ситуации не слишком частые, то вот в отношении, например, персонифицированной отчетности расхождения с контрольными соотношениями могут быть, потому что особенно они возникают, если присутствует округление. Соответственно, в этом случае у вас программа будет ругаться и вы получите предупреждение от контрольных органов. Само по себе это предупреждение дает вам возможность его исправить ситуацию, но здесь будут очень сжатые сроки. То есть при получении его отчетности налоговые органы начинают камеральную проверку. Соответственно, если они обнаруживают хотя бы одно из таких обстоятельств, они в пяти дневный срок должны предоставить вам уведомление о том, что ваш отчет не принят. При этом камеральная проверка останавливается, вы получаете это сообщение и должны в установленный срок подать какие-то документы, то есть либо пояснение, либо уточненную декларацию, либо какие-то дополнительные документы, которые пояснят, почему у вас такая ситуация. При этом есть один очень неприятный момент, поскольку сроки, в течение какого периода налоговики должны вам прислать уведомления, если они нашли какой-то из этих пунктов, оговорены, срок, в течение которого вы должны предоставить им ответ, тоже законодательно зафиксирован. А вот срок, когда налоговая инспекция должна начать камеральную проверку с момента предоставления вами отчетности, не установлен. То есть это может быть и через неделю, и через месяц, то есть вот этот срок вам нужно отслеживать, то есть практически ежедневно бдить за тем, какой статус имеет отправленная вами отчетность. и расслабиться собственно вы можете уже только председать следующей отчетности. Сейчас мы перейдем с вами на слайдик, на котором показан образец действующей на данный момент формы по налогу на прибыль. То есть соответственно обратите внимание на код и на штрих-код потому что есть некоторые документы справки, которые практически форму имеют такую же как имели раньше, но вот этот вот код будет отличаться. Касается это в частности справки 2 НДФЛ. То есть с момента когда в состав отчета 6 НДФЛ стала входить справка 2 НДФЛ как приложение, то соответственно сама организация, то есть предприятие не обязана выдавать такую справку на руки сотруднику, поскольку эта справка будет размещена в открытом доступе и человек может спокойно ее посмотреть и самостоятельно себе распечатать. Сложность здесь в том, что установлен срок, в какой должна быть выложена такая отчетность и это этот срок практически отчетность по НДФЛ должна быть выложена в открытом доступе не позднее июля следующего года. То есть если, например, человек обращается к вам в январе, феврале, когда еще не составлена такая не выложена вернее такая отчетность на доступный ресурс, вы должны будете выдать человеку эту справку. Форма у него практически такая же, как применялась раньше, но вот этот вот код будет другой. То есть, если говорить де юре, это другая форма справки, которая содержит абсолютно такую же информацию, как и предыдущую. То есть, вот в этом случае нужно обращать внимание на такие реквизиты. еще хочу обратить ваше внимание о том, что достаточно большой перечень признаков налогоплательщика. Если ваша организация по налогу на прибыль, например, имеет проект или несколько проектов, в которых она выступает в качестве резидента, то, соответственно, у вас должны быть заполнены раздельные листы, в которых те доходы, которые у вас идут в обычном режиме без резидентских льгот, у вас должна стоять кодировка 0.1. Если вы получаете доход как резидент от какого-то проекта, то у вас должен быть дополнительный лист, в котором указана другая кодировка 0.3, например, если это резидент особой экономической зоны, и вы должны указать свидетельство, на основании которого он является резидентом. Обычно при регистрации резидента такое свидетельство выдается на руки организации. Ну, соответственно, если по каким-то другим основаниям, то у вас будут листы с другим признаком. на этом слайдике вы видите декларацию по НДС. И здесь на что хочу обратить ваше внимание, то есть мы сейчас перейдем на демо-базу и эту декларацию закроем, она нам пока не интересна, откроем декларацию по НДС и откроем мы, наверное, за первый квартал, да, потому что здесь форма у нас не изменилась, обратите я ваше внимание, хочу вот на что, то есть видите, так уже предупреждение, как и в прошлой декларации, которую мы смотрели, извините, закрыла неправильно, которую мы смотрели, ну, сделаем вот так вот, и хотела я обратить внимание, вот на такую вот ссылочку, то есть так же, как и любую другую отчетность, выбираем с вами декларацию, сейчас я снова перейду в журнал отчетности, если, например, вы сдаете какую-то декларацию или какой-то отчет, которую не сдавали ранее, то в этом случае, видите, вот здесь вот есть перечень тех отчетов, которые вы уже создавали, но если вы вдруг не находите ту отчетность, которую вам требуется, то вы можете сюда ее добавить из общего перечня, общий перечень вы можете посмотреть при переходе в меню настройки, здесь собственно отчетные формы, которые справочник регламентированных отчетов, в которых вы можете посмотреть все, что вас интересует, если, например, какая-то налоговая отчетность не вошла в ваш перечень, то вы можете посмотреть и выбрать дополнительно, то есть это только отражение отчетности, сейчас мы отсюда с вами уйдем, снова перейдем в регламентированный учет и снова вернемся в этот же раздел, то есть на самом деле вот этот журнал это только отражение выбранных вами форм, то есть они присутствуют все, но возможно по вашим реалиям они вам не требуются, снова вернемся к нашим слайдикам и сейчас мы с вами посмотрим вот такую информацию, то есть с 1 июля уже этого года у нас по НДС было изменение, которое касается нескольких отраслей, то есть у нас по НДС была введена нулевая ставка для гостиниц и прочих объектов туристической индустрии, которые были внесены в специальный реестр Ростуризма, соответственно было изменение по освобождению от НДС еще и некоторых операций, то есть конкретно услуги клиринговых организаций. Ну и так сказать небольшой небольшой бонус это то, что на данный момент по прослеживанию товаром, если вы что-то не вовремя подали или неправильно подали, то в этом случае штрафных санкций у вас не будет до начала следующего года, то есть напомню, что по прослеживаемым товарам необходимо подавать уведомления, на начало года нужно было подавать сведения об остатках и соответственно они должны быть указаны в документах счет фактура, упрощенный ОНП, ну то есть там, где документация предусматривает указания НДС, там должны быть указаны сведения о прослеживаемых товарах. Сейчас мы с вами снова перейдем в демо-версию и перейдем с вами в раздел регламентированного учета, то есть тут же, где мы с вами находимся, только перейдем немножко по-другому. и собственно говоря, здесь есть раздел сервиса и здесь есть под меню учет прослеживаемых товаров, то есть если у вас возникают какие-то сомнения по отчетности, то можно перейти сюда и в этом случае мы попадаем в расчет в рабочее место, которое полностью позволяет автоматизировать работу с прослеживаемыми товарами, то есть соответственно вы можете просмотреть какая отчетность необходима прямо отсюда по гиперссылочке перейти в журнал, где содержится нужная документация либо отчетность и собственно сформировать отчет и вот по такой ссылочке смотреть также можно сформировать ведомость по прослеживаемым товарам. напомню, что если вы работаете с компаниями которые в ЕАЭС то соответственно вы можете сформировать уведомления в ВОЗе о перемещении ну то есть дополнительную информацию и здесь же опять повторюсь штрафные санкции не будут применяться до конца этого года еще один момент снова переключаемся на наши слайды переключаемся на вот такой слайдик на котором мы видим регламентированные операции по закрытию месяца то есть при формировании отчетности в ЕРП так я закрою это нам сейчас пока больше не нужно при формировании отчетности перед закрытием месяца то есть закрытие месяца у нас с вами расположено в разделе финансовые результаты контролинг закрытие месяца закрытие месяца то есть это обработка которая позволяет закрыть месяц но в ЕРП у нас предусмотрено управленческое ведение управленческого учета ведение налогового учета и бухгалтерского учета То есть если вы хотите посмотреть какие-то предварительные результаты, то мы можем делать не закрытие месяца, а мы можем посмотреть отражение документов в регламентированном учете. В принципе эта операция всем знакома, она предполагает, что вы закрываете определенные счета без перерасчета себестоимости, себестоимость списания материалов, себестоимость производства готовой продукции и так далее. То есть в этом случае у нас открывается вот такой вот интерфейс и отражение документов в регламентированном учете. Есть предупреждение, что обратите внимание, расчет себестоимости до того, как вы выполнили закрытие месяца может измениться, когда вы его будете закрывать, но посмотреть предварительный результат вы можете. Прелесть этого режима у нас в том, что вот при отражении документов в регламентированном учете мы получаем с вами достаточно адекватные оборотки и список ошибок, которые при отражении в регламентированном учете выплыли. Основные ошибки, которые здесь можно отследить, то есть которые вызывают обычно проблемы при закрытии месяца, это если у вас не все счета учета настроены. То есть может быть какие-то операции, особенно это касается перехода с релиза ERP 2.4 на ERP 2.5, то есть вы настроили какие-то проводки, которые, ну вот, например, касаются учета товаров. А у вас присутствуют еще, например, какие-то специфичные операции, ну, например, где-то товары в пути без перехода права собственности и какие-то субсчета, например, для 45-го специфически открыты. А здесь они у вас не указаны. В этом случае, значит, у вас операции, которые будут содержать, ну, какие-то эксклюзивные ваши настройки, могут быть, могут не учитываться при отражении в учете. То есть документ есть, а проводок по нему нет. Вот в этом случае у вас нужно проверить именно вот эти настройки и, соответственно, там, где требуется дополнить нужной информации. Вот, то есть этот режим, настройка отражения мы уберем. Ну, вот я, например, возьму, если мы успеем сейчас сформировать, возьмем сентябрь, 30-го сентября. То есть это режим, который позволяет очень удобно отловить какие-то документы, которые нештатно сработали, и выполнить их проведение. Можно настроить автоматическое, например, в ночное время, когда у вас уже сотрудники не работают, программа может проводить автоматические отражения документов в регламентированном учете. Тогда у вас на утро, на начало рабочего дня всегда будет более-менее адекватная информация и перечень ошибок, которые программа нашла за период выполнения. Так, снова вернемся к нашим слайдикам. Здесь вы видите картинку, как уже выглядит этот режим после отработки. То есть после того, как программа сформировала, ну, на самом деле, удобный режим, конечно, во-первых, может работать не обязательно в монопольном режиме, как предыдущие, например, версии бухгалтерии и так далее. А во-вторых, то есть показывает, какие шаги у вас не были выполнены, предлагает их выполнить. И если обнаруживает какие-то ошибки, то есть крестик, это значит, она не провела, и по ссылке подробнее переходит уже конкретно в журнал с перечнем ошибок, по которому можно достаточно быстро исправить то, что у вас было недоделано. Ну и последнее, на чем мне хотелось бы остановиться, это то, что вот в последнее время появилось достаточно много сервисов, которые, ну, во-первых, это российские сервисы, во-вторых, они очень неплохо сделаны, позволяют, во-первых, отслеживать изменения законодательства, то есть не рыскать по разным сайтам и по разным платным ресурсам. Ну, допустим, тот же Консультант Плюс, очень удобный сервис, но платный, так же, как и Гаранты и все остальное. Один из сервисов, на который мне хочется обратить ваше внимание, это вот такой сервис msp.rf по-русски, именно написано по-русски. Я сейчас немножко увеличу масштаб, чтобы было лучше видно. Так, и вот мы с вами переходим туда, то есть вот обратите внимание, адрес, то есть это новый ресурс, ну, достаточно новый, который содержит, во-первых, очень неплохой дайджест по законодательству, во-вторых, содержит много комментариев, много всего другого. Ну, то есть, в принципе, очень хорошо помогает, особенно при отсодерживании такой ситуации, как у нас с вами в этом году, когда все меняется быстрее, чем успеваешь прочитать. Есть еще очень интересный ресурс налог-налог.ru, но пишется латинскими буквами, там, соответственно, тоже много материалов, которые собраны из постановлений правительства, Минюста, Минфина, ну, то есть всех наших контролирующих организаций, которые, в общем-то, стараются нам с вами разнообразить жизнь. К сожалению, время нашей встречи уже подошло к концу, поэтому я хочу вернуться на титульный лист. Еще раз, как бы, так, извините, вернем нормальный масштаб. Обратить внимание на наши контакты, пригласить вас к сотрудничеству, напомнить, что мы будем вам благодарны за любую обратную связь. И на этом разрешите попрощаться. Будем рады продолжению контактов, продолжению общения и надеемся быть вам полезными. Всего доброго. Компания Кодерлайн прощается с вами, приглашает к дальнейшему сотрудничеству. Продолжение следует... Продолжение следует...